Сыктывкарский Воркутинский Петерим 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 Церкви Православной, закон неприкосновенности. Без особых разрешений высшего эшелона власти не были даже возбуждаемы уголовные дела. И священнослужители пользовались особыми льготами. Священнослужители были защищены, мы знаем, государственными зарплатами, то есть в социальном плане. То есть защита огромная была священнослужителей. Сейчас же мы видим, когда церковь, ну не дай бог, находится в состоянии суда, ну где-то там может внутри церковная усобица или со внешними в судопроизводстве, то все наши акты законодательные, церковные, они выслушиваются в суде. Но в холостую идут все там дискуссии. В конце концов, чисто по светскому закону приходят к итогу в том или ином судопроизводстве. А до революции, все же таки, если лишали сана священника, то срабатывала государственная законодательная база. Человека этого изолировали от общества. Если он лишен сана, он не должен продолжать раскольническую деятельность. Поэтому государство сразу же оберегало граждан, прихожан от этого лжепастыря, и его отправляли в ссылку. То есть церковные каноны, церковные законы, они имели государственную поддержку. То есть они были законные, они не противоречили, они были в рамках общего законодательства российского. Сейчас, конечно же, мы очень мало преуспеваем в действительно весомости наших церковных законов. А не говоря уже до имущественных, когда имущество вдруг переходит раскольником. Хотя прописано в уставе, если меняется диминация, имущество переходит русской православной церкви. У нас в 99-м году почему-то имущество перешло раскольником. И никакие суды не взялись, просто не взялись помочь Сыктывкарску, Аркутинской парке. Ну и все-таки, опять же, возвращаясь, все-таки нам действительно, наверное, уже необходим закон, который бы защищал религиозных деятелей и сотрудников религиозных организаций. Ну, дабы вот у подобных людей, безусловно, даже мысли такой не возникало для того, чтобы что-то совершить противоправное. И понимать, что будет обязательно возмездие. Ну, на самом деле, нападение ведь происходит, вы, Владыка, это прекрасно знаете, по событиям, которые происходят в вашей жизни в последнее время, не только на физическом уровне, но часто мы видим и слышим, сколько грязи выливается и на священников небольших приходов, и на иерархов русской православной церкви. И встает вопрос, вот что здесь необходимо сделать и государству, и церкви, и мирянам, для того, чтобы подобных нападений становилось меньше, потому что для любого нормального истинно верующего православного христианина подобное нападение всегда выглядит как собственное личное оскорбление. Вот что нужно здесь предпринимать? Я хочу предупредить наших верующих, во-первых, телезрителей, что принимать критику на священнослужителей, которые верно служат патриархии нашей, ни в коем случае нельзя, пока нет параллели критики представителям других динаминаций. Это уже очень подозрительно, что только православных критикуют в СМИ. Это просто направленная деятельность, ряд этих провокаций, которые, дискредитируя русскую православную церковь, скажем, или отдельного ее представителя, наносят тем самым удар по духовности и по нравственному состоянию нашего народа. То есть достигается цель по принципу «Поражу пастыря и разобегутся овцы». А государственным же структурам я хотел бы пожелать все-таки, чтобы они защищали наших граждан на законодательном уровне и принимали к вниманию те предложения к законодательным органам, которые все время происходят, скажем, во Всемирном Русском Народном Соборе, когда обращаются к законодательным органам Архиерейский Собор Русской Православной Церкви или научно-практической конференции, происходящие в Соктовкарской Арктийской Епархии совместно с органами МВД, образования, исполнения, наказания и так далее. Везде ведь идут прекрасные предложения. Я, кстати, хочу сказать, что Соктовкарская Рутинская Епархия очень много дает предложений, которые потом, я не знаю, параллельно может быть где-то тоже кто-то изобретает там в России, но в скорости они находят отражение в законодательных органах, и это очень приятно. Ну, и одна из таких, можно сказать, шокирующих новостей, она пришла от митрополита Волоколамского Илариона, он заявил о том, что каждые пять минут в мире погибает за веру один христианин. Исходя из всего, о чем мы сегодня говорили, можно ли считать, что все происходящее, и нападки на священнослужителей, нападки на сотрудников Русской Православной Церкви, нападки на святыни, на мирян, на храмы, ну, считать это вот именно таким все более нарастающим давлением со стороны сил, так скажем, преисподней, и что мы вот в свете всего этого должны предпринять и общество, и церковь, и государство. Какие должны шаги для того, чтобы не допускать и не позволить случаться таким фактом? Я думаю, что христиане у нас слабо законодательно защищены, это раз, потом идет христианизация, в Европе мы знаем, но как верующий человек я хотел бы сказать, что вот эта ужасающая статистика, что в каждые пять минут христианин заканчивается его жизнеубийством, по религиозному признаку, да, ее бы широко распространять и везде рекламировать, потому что вот мы только сейчас от владыки Илариона это услышали, да, а чтобы это каждые пять минут сообщалось для того, чтобы видели люди подвиг, и видя подвиг, видя веру их, шла бы дальнейшая христианизация во всем мире. Вот почему вот это замалчивается, интересно. Мы знаем, что когда римляне видели вот эти все подзаконные акты, эти акты насилия, убийства на арене римского Ариапага, это же не где-нибудь происходило, а там, где собиралось по 80 тысяч человек, для тогда еще небольшого Рима, и люди, когда видели, что там погибают люди, и как они радостно принимают, сияющими лицами принимают смерть, то христианство мгновенно, в какие-то десятки лет, оно уже заквасило все побережье Пресреднеземноморья. Вот что нужно сейчас, чтобы, вот как верующий человек, скажу, чтобы шла, шла везде информация, что в эти пять минут там-то, там-то, и хорошо, если будет видео на это, и будут фотографии на эти акты мученичества. И я говорю, этого не надо бояться, от этого не надо уходить. Это в Европе не хотят даже на покойников на своих смотреть, и родственники на фотографии смотрят, а там в крематоре и все. Надо, чтобы люди это видели. И, видя веру и подвиг, действительно, это будет семенем для христианизации дальнейшей всего мира. Ну, Владыка, дай Бог, чтобы христиан, истинных христиан, становилось действительно ни в коем случае не меньше, пусть даже такие страшные цифры, статистики, которые мы сегодня узнали, да, а чтобы их становилось все больше и больше, ну, и будем надеяться, что наша церковь будет крепчать, ну, а священнослужители будут находиться действительно под защитой не только Бога, но и государства. Благодарю вас за сегодняшнее общение, и надеюсь, что в скором времени мы продолжим беседу и комиссию. Спасибо, Господи, Божие благословения всем нашим телезрителям. Божие благословения всем нашим телезрителям.